Несказанно рада, что наша комьюнити расширяется, пополняется, что я наконец-то могу на своей площадке с радостью и гордостью представлять работы других кураторов и художников. И это очень прикольно, что эта выставка тоже кураторская работа. То есть работа куратора не менее важна, чем работа художника. И я прямо всех очень прошу обратить на это внимание. И мы выбрали тему незримый мир, то есть незримый мир, невидимый мир каждого из нас. То есть тот мир, внутренний мир, который скрыт от глаз других людей и которым мы время от времени позволяем другому человеку проникнуть в этот мир. Сами уберите чай, не будем провоцировать. Поэтому если вы аплодируете, это да. Если вы не аплодируете, это нет. То есть вот тут видно глаз и руки. И вообще вот этот глаз образует само по себе. Холст превращается в существо такое у меня, которое мне очень нравится. И сама фактура очень интересная. То есть получается тут цвета и вот эта вот часть, это типа рот. Белые точечки, это как зубы. То есть это типа такое большое лицо. Мне кажется, что художник Сергей Юлечек очень любит удивлять. Может быть даже провоцировать на какие-то эмоции. Все, что он пытается сделать, входит так нестандартно, необычно. Есть в искусстве, в классическом, в салонах некое клише. Это изображение коня, которое всегда очень удачно продается. Все галеристы рассказывают о том, что по продажам конь всегда на первом месте. Так же, как и изображение женщины красивой, очень ценится. Сергей здесь соединил два этих таких очень мощных символа, но в необычной манере. То есть это женщина, которая хватает коня за хвост, что сразу привлекает внимание. Ты начинаешь также с автора смеяться над этим, это очень остроумно. Хотя, чтобы вообще это заметить, нужно, конечно, в работу усмотреться. Потому что как-то издалека, сквозь, в общем, ты можешь не заметить этой шутки. Она достаточно такая нейтральная, ровненькая. Но, приглядевшись получше, очень весомая. Продолжение следует... Продолжение следует... Потрясающая энергетика всей его картины. Но я вот решила сказать, наверное, то, что мне очень понравилось. С первых взглядов я зашла. Вот эти непонятные предметы, то ли базы, то ли какие-то космические, то ли капли, то ли какие-то... Ну, каждому свое. И мне что нравится, они как бы таким декоративным, расписанным способом, цветы, какие-то из сказки, сказочная птица. А здесь вообще-то какая-то геометрия, реально интересная. Я думала, что вообще-то такое, что вообще-то непонятно. Похоже, очень веселево. Очень, очень. Очень вкусные. И мне вот уже в этой выставке больше всего, как я его назвала, меч-кладенец. У Сергея почему-то по номерам все идет название. Ну, меч-кладенец, он сделан из дерева. И, может быть, поэтому он интересен еще, что он как ассоциируется и с силой, и с тем, что даже сила может быть где-то погрызана и покоцана, не знаю, там. И еще купила оружие вот такое вот, тоже. Что-то между стрелой, копьем, гарпуном. Вот так выручки. Сергей сказал, что это свидетель. Такой, да. Но что означает свидетель в его понимании, я не буду рассказывать, пусть он сам расскажет. Я так хотела, пару причин, я буду с тобой, ну, с тобой, это профиль. Ну, просто пришлось смотреть на садовнице. Снова повторял по Москву, а она вечно в Германии, в Германии, в Германии. То есть, да, как раздворитель все дела. Вроде и дело. Мне понравилась картина «Вроде 9». У меня она отражает два мира. Возможно, душевных, возможно, каких-то необычных, возможно, которых даже не существует. Мне безумно понравилось, и она в главном лучшем. Я считаю, что прекрасная выставка Сергея. Все произведения были безумно интересными и красивыми. И все. Монсарей. Ее тропатные, конечно, в Германии, в Германии, в Германии, в Германии. То есть, нет, я полностью. Я издевая. Что это? Она вот сделала там, как у вас. Да, вообще, что мы... Вот, она говорит, сережки я не ношу, мне надо одни. У меня тоже сейчас, что наибраганги... Но хотя я вот хожу, у меня ничего нет. Я поэтому тоже буду. Я по этому тоже. Ну вот эти, смотри, это же у тебя домики, в смысле, ну как дом. Ну да, вот эти покрытые. Да, по-моему, да. А вот эти не покрытые. Вот эти первые. Выставка Сергея мне очень понравилась. Это действительно незримый мир. Каждое произведение так или иначе отражает определенную идею. Мне лично больше всего запомнилось вот это произведение. Оно, на мой взгляд, сильнее всего резонирует со мной. В нем я нашла те чувства, те эмоции, которые я испытывала в определенных произведениях жизни. И вот глядя на эту работу, я вспомнила все это. Управляющий хороший Акраинец, не бейте, пожалуйста. Очень понравилась эта выставка тем, что она была с интерактивчиком. Очень понравился празиологизм, который у меня получился ад кромешный. И очень понравились украшения с фолистическими мотивами. Потому что, потому что, потому что я в свое время очень много путешествовала по Азии. Там очень распространена эта культура, которая не закладывает никакой смысл. Ну, по крайней мере, то, как они это преподносят. И вот, и мне очень нравятся все эти символы поэту. Действительно, сейчас можно сказать, что выставка это, прежде всего, инсталляция. И поэтому те же самые работы, рельефы, которые видели недавно на выставке в областной филармонии, здесь, в этом пространстве, с какими-то другими элементами, дополнителями на полу, все это работает совсем по-другому. Вот. И работы практически те же, но уже создается другой контекст, другая тема выставки. И смотрится все это, как будто бы снова в первый раз. Эту работу невесомо. Я создал лет 5-6 назад. И впервые она была показана на выставке. Семьи деклорников в зале. В зале, посвященный космосу. В нем космонавтика. Я сегодня в беседе услышала, что про художника, про работу художника сказали, что они мрачные. Так вот, ну, мне бы хотелось сказать, что вообще-то свет рождается из-за тьмы. То есть, если не будет тьмы, если не будет она познана, если человек не будет ее созерцать, то тогда и света не получится. Чем дольше я нахожусь на выставке, тем у меня ощущение такого родного дома появляется. И это, конечно, думаю, связано с тем, что вот работы автора очень теплые. То есть, мы выбираем материалы природные, дерево, металл. Мы посмотрели еще мелкие изделия, которые он делал из дерева, из меди, из кожи. И вот после этого, когда ты тактильно их почувствовал, ты и работаешь, и воспринимаешь тело. То есть, начинаешь с ними как бы сродняться. И я думаю, что вот это ощущение дома присуще миру автора. Он воспринимает мир как дом. И познает его так. Редактор субтитров А.Семкин